вот такая итак команда клифф и команда гумба гейминг разыграют между собой сейчас право встретиться с фнатиками в финале серии best of 5 но правда все равно узнать как будет преимущество в одну карту как бы там ни было преимущество преимуществом а играть надо если вы хотите выбрать старт серию бомбы сейчас играют за дайр а клевы играют за рейтинг и в отличие от команды клифф ну то вот как раз о чем я хотел поговорить возможно есть небольшое преимущество в плане ну если хотите в плане психологии потому что они то свою серию игр выиграли только что они своих противников победили причем противники были не самые простые это была команда альбом а вот а клевы и вы проиграли но правда проиграли фнатиками фнатики тоже сильные так что главное чтоб там не пошло по не спадающие да вот выйти этот первый банк собственно я так вот одним глазом наблюдал за играми гумбы там в двух играх были был тот тинкеры две игры были выиграны с тинкером соответственно тинкера сразу же забанили ну и гумба банит вот корреса портов корреса портов это те саппорты которые сейчас играют ну чуть ли не решающую роль в каждом пике потому что оба саппорта могут быть агрессивными в плане ну вот например агр может забегать по вы подвышке до добивать там героев вести долгое преследование на начальных уровнях потому что него много брони потому что у него хороший регион хп скамак он просто обладает таким взрывным потенциалом то есть он может много дэмэджи нанести очень быстро ну или на протяжении какого-то небольшого периода времени если мы говорим о каком-нибудь стоянии на линии ну грубо говоря там стоят там трипла против триплы или там грубо говоря какой-нибудь офф лейнер стоит против триплы или против дабл да иском актом летает его аркан болтами напрягает в общем вот эти вот все четыре бана позволили сейчас позволяют во всяком случае взять клевом баньшу и тайтхантера если они нацелены на этих героев но на самом деле я бы баньшу взял на их месте а вот вместо тайтхантера возможно бы даже попробовал взять дума против брю мастера хотя тогда тайтхантер могу появиться у гуму б потому что саппортов сейчас нет ну вот они два забанят да вот которые могли бы на first пике взять двух этих саппортов соответственно добрать и кого-то другого кого другого но можно войда вот кого-то свой дом взять и под войда либо же вот все-таки сосредоточить свое внимание над над вот большой тай дом думам вот над этими тремя персонажами которые могут очень сильно ты решать ну вообще на самом деле непонятно какую игру ага вот они как вот вот так вот смотрите вообще клевы что-то такое прям ну а может быть знаете что они подумали ну решили что типа стандарт не подходит вот как-то надо изменять свою доту вот нашла другое пикать какие-то абсолютно не те надо показывать мувы другие ходы ходы точнее и вот теперь бэтрайдеры взяли с дезераптором но окей это интересно и собственно пул то героя все равно еще большой все равно всех не перебанить все равно это и большая дума не остаются правда вот бэтрайдер ему бы конечно skyamaga было бы неплохо до иметь в команде ну кроме skyamaga ну допустим кто-то может быть но можно инвокера взять можно взять кого можно взять там дезераптор есть во всех силах стиле рода тоже можно взять спокойно но во всяком случае клевом ты клевом надо в любом случае подумать над думом кентавра берут в итоге себя гумбы и вот сейчас наверное будут банить каких-то банишей и вот так вот hard carry hard carry медуза окей окей никто не хочет играть с медузы как-то вот в один момент это медуза появилась после патча после того какие там чуть-чуть повысили эту собственно ее броню ну спелл щилд мана щил точнее как-то странно вроде бы до этого героя был такой же полезный ну вроде бы наверное 10 процентов все таки это очень сильно очень много они смотрите сами клевы большого забанить так вот хотя очень странно видеть с их стороны бан большие ну не но вообще-то да губы могли взять борщу тут как бы при мастер мог выполнить роль саппорта или мог типа кэри брюма ну кэри брюмастер конечно как ладно общем ну а самом деле так непонятно действительно в глубине души я понимаю что тут могла большая появится но честно говоря тут восемь процентов того чтобы она не появила до 1 рам даже 95 бой байда байда бомбы нукле вы я думаю понимали что в этом не достанется так что не очень не расстроились я бы сказал совсем вообще не расстроились по поводу этого вайда снатики нам показали сегодня игру с котлом весьма такую интересную вот я думаю может быть котел котлу стоит появиться здесь например у гумбу что-нибудь вот котлом например и тем же шейкером придумать или просто с котлом потому что котел весьма весьма полезный персонаж и если там какой-то вы все-таки задумали себе лейт нам тот же антимаг да то котел сможет помочь вам до этого лейта дожить буду отпушивать как-то буду вмешать заходить на хайграунд ну или в уши тоже в атаке сможет помочь джакира в итоге рубиком отвечает роман у клевов батрайдер дезераптор джакира ну пока это все выглядит так как будто бы они хотят очень драться то есть дезераптор будет там только кого-то возвращает джакира задувает там плевать еще должен какой-то быть кэри который типа кэри драчун такой типа фантомки но вот фантомку сегодня уже один раз немножко обидели в последней игре между командой гумба и между командой альбомс так что может быть не стоит фантом убрать потому что гумбу против нее играли за ну кстати сларка ну сларка про то что он тоже был сларка сарка тоже побили но но я не знаю но сарк тут было зашел может быть клеил как-то получше сларком владеют хотя лоха дэнс очень неплохо играл на сларке вчера но как-то сегодня не так у него все хорошо было тимбер со смотрите и оффлейнер тоже агрессивный и тогда непонятно кто же из них оффлейнер кто же из них идет в мид то есть то сейчас три героя которые могут в центр пойти два героя которые на оффлейн могут пойти ну тогда получается что джакира будет саппортом потому что ну бэтрайдер и тимбер соло стоять не могут нет хотя нет может тимбер например батра дармит тимбер ну да и бэтрайдер мита тимбер как раз вот эти герои 2 соло стать могут не хотя и джакира может солны он соло в мид может поставить тогда непонятно кому вот короче трем этим героям нужно соло линия а вот а три соло линии быть не могут но хотя а если два саппорта будут какие-то типа ходящие прямоходящие прямоходящие саппорты будут и они будут ходить по линиям и типа ганги какие-то в общем что-то тут кли вы такое задумали я даже не берусь предсказать как там это все пойдет по линиям как он там все станет как это все заедет и как это будет играться но это рмн тоже думает как-то что-то что-то вот слишком вот много вот непонятно чего и что с этим делать тоже не ясно берут венгу а вот у меня вопрос а почему венге дают предпочтение перед абадоном то есть какие плюсы и минусы у одного героя как вы думаете друзья скажите пожалуйста ну то есть венга понятно допустим нам из битра у битрайдера может из этого лосок там кого-то сват а еще ноги подают стан кричит там у неё аура есть но абадон него хороший ультиматом с помощью ультимата может танковать может там бежать вперед типа подставляться у него и щиток которым он тоже может снять лосо и кроме того у щитка гораздо меньше кулдау у него есть типа хил который может там вылечить да ну аура тоже ну не аура там ну скажем так аура да у абадона пассивный удар вот который замедлить может противника как все-таки кто лучше но венга ранжевая абадон конечно миличный в общем как по-вашему все-таки что лучше винга кто лучше точнее винга или абадон луна луна появляется в роли кэри и тогда это трипла с луной будет дезраптор джекера луна ну а парни там разберутся кто из них пойдет в мид тимбер или бэтрайдер тимбер либо трайдер и ну интересно будет посмотреть в принципе и за бэтрайдером в центре за тимбером видимо против бремастера придется стоять остался кэри и для эрмена для команды гумба эрмен должен сейчас подумать кем он может законтрить луну кем он может убить вот обменялись хардкер ну такими хардкерри до баном хардкерри а команды ну в любом случае тут может еще нога появится тут может появиться ну если уж типа по совсем харду до идти потому что смотрите медуза и спектра у нас забанены то есть нога остается если нет то ну типа иногда гирокоптеры берут против луны или лайфстиллер а ну честно говоря мне ни один ни второй не нравится против луны гирокоптер не лайфстиллер может быть лайфстиллер в большей степени чем гирокоптер на гирокоптер мне вообще не нравится против луны не знаю может быть жиггернаута возьму тут принципе агрессивно 3 план может быть потому что 2 дизайбла есть и еще и дизайбл совмеченный с неуком а здесь еще просто нюк и так что но гирокоптера берут ну ладно окей пусть будет гирокоптер окей пусть будет гирокоптер гирокоптер тоже может там как-то все может все может гирокоптер только ходить он не может он летает так давайте смотреть на клива ваха на дизрапторе я джитсу на тимбере джакира мид мид пункт заратустра луна и битрайдер хакон и битрайдер хакон у гумбы тут вот таким все образом на бремастере чил ромен на кентаври иди рубик гаша венчу спирит и экзист гирокоптер гирокоптер так а мы ждем хакона получать у него проблемы были с нет тут вот не показывает что он вылетал проблемы были вначале он писал со стимом мы будем надеяться что сейчас у него проблем не бы да вот мы на карту уже попали давайте я быстренько переключусь переключаюсь говорят если бы не было медузы и огора я бы подумал что вернулся прошлый матч но ведь и все-таки какая-то вот парадигма есть в доте какие-то какие-то стратегии все равно они кто бы не играл все равно они узнаваем и то есть стиль вот какой то есть на которой опираются команды есть вот какие-то заготовки которые типа все используют и поэтому кто бы не играл там европейская не не европейская команда все это можно узнать в этой связи очень плохо что все таки на финал десятого сезона star ladder не приехали китайские команды потому что они бы внесли какие-то изменения вот эти устоявшиеся европейские разборки показали бы свою китайскую доту которая побеждает практически на каждом интернешнале а на тех интернешналах на которых она не побеждала она на 2 не побеждала и 4 она все равно была ну в финале но кроме третьего правда на третьем там совсем уж разошлись наши парни и альянсы и нами там всем раздавали вот она всех остальных но зато на последнем интернешнале там прям китайцы тоже были в финале двумя командами вот так и и что ну в общем китайская лота пока что самая сильная как бы там ни было как бы тому кто не говорил что там но она скучно она типа там кота нудная на какая-то не такая ну с другой стороны скучная не скучная но финал интернешнала там все матчи были по 15 минут поэтому ну уж никак не назвать долго до во втором во время второго интернешнала была она типа долго помнят все наверно матч lgd против айджи но она эволюционировала и вот за два года потом китайцы приехали показали совершенно другую какую-то дату совершенно сумасшедшую вот чуть ли не starcraft получился у нас они дата вот прям по 15 минут по 10 так мы готовы пишет джакира мы готовы и кентаврова раннер рмн возобновляет игру возобновляет слушать я сегодня играл в доту и у меня выпал для брю мастера этот вот ага ним скипетр цептор гним ну короче вы поняли да вот ага ним такой типа у брю мастера вместо но не такая палка типа гоним я честно говоря на брю мастере ни разу не играл но палку палка мне показалось такая довольно интересная забавная палка так смотри у нас смог неожиданно ну как не то чтобы неожиданно и как бы на первом левеле не ждать смоков то на самом деле неправильно всегда может быть какой-то смог всегда кто-то может захотеть поти чужой лес варды поставить попутно кого-то убить причем как-то интерес так зашли да вот обычно заходят вот так вот и на карте нарисую да это зашли вот таким образом нужно ну-ка 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 и дизраптор дизраптор видит видят уже видят уже до трата ход Mmm подымает подымать бросает на своих парней парни просто ба-гур разобрали секунду секунду ну вот он first blood удался и собственно шалость удалось как говорил гарри поттер или не он не говорил что там они они писали и в общем на этой карте там все исчезало мне показалось это цена то вполне уместно для данного эпизода вардец поста слушать а вот как получается смотрите как же интересно гаша рмн и иди будут стоять в трипле пледа и против заратустра против луны а соло будет брюмастер и соло будет гирокоптер вот это поворот ребята скандалы интриги и расследования и вот это вот и посмотрите посмотрите и заходит будет цеплять ваху бросает на кентавра рмн стан есть забыл и джи еще нет потому что первый левел но пока все равно погибает и он погибает уже дважды за минуту покажи нам итоге будет а покажи по 43 опыта уже получили вот так вот до выхода крипов это было по 25 опыта но там правда на четверых на пятерых точнее было сейчас это по 43 на трое ну и честно говоря вот мне просто жалко и обидно за заратустру потому что он понял что вот ну не получится у него фармить ну никак его саппорты не способны быть агрессивными его саппорты тут вообще занимаются черти чем ваха уже как бы чувствует себя просто паршиво у него ломит все тело от этих просто подбросов этих телекинезов этих оглушений у него наверно уже уши даже заложены а тут еще и вае тут еще и что чуи гаша понимаете бегать ой 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 опять ну это раз луну стан луны дальше что будет стан от венгея стан венге что понадобился да понадобился стан я смотрел за венгой вроде она там думала давать не давать но это уже 3-0 и как вот говорил лекс в прошлой игре если вы собственно назвались груздем то полезайте в кузовок ребят если вы выбрали агрессивный пик то играйте им до конца того же я сейчас желаю команде гумба вот вы начали агрессивно играть вы хотите агрессивно играть видно что вы можете играйте так дальше потому что иначе ну можно как бы ну не то чтобы можно проиграть но тогда просто игра ваша сломается то есть у вас уже настрой есть определенный в темп набрали поэтому давайте 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 борту видите здесь ваха забрал ну слабо конечно это утешение но тем не менее давайте знаете что проведаем игроков в центре в центре я джитсу 93 агер коптер 10-1 так 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 понимаете проведали в центре а тут чуть не случился какой-нибудь там ультра трипл килл ультра трипл килл задел еще и гашу что-то там пошел купить стик же можно здесь купить да можно 10 купить наверное стик купил а может нет слушать а знаете было бы прикольно если бы добавили в этот магазин танго или не танго а там а я я и бетра вертам что-то разменялся с брю мастером в общем если вот боковой магазин добавили бы какую-то хилку ну или вот чтобы мы могли герои типа вот прям здесь покупать и тогда бы может быть агрессивнее более стоять было на линии быстрее там чаще бы размены происходили ну потому что типа ты подрался вот далеко на фонтан убежать не надо там курицу надо вести то есть зашел типа сюда купил хилен сальвилд если бы он тут было да типа сразу же отхилился на 400 хп но у рубика например всего 530 до то есть на фул хп ты отхилился и типа побежал дальше сражаться может быть еще кларики добавить ну это надо как бы так наверху что опять что опять задумал чил ну как он ну точнее как он задумал чил дачил в основном терпит руна очень полезная очень крутая и и и и и кому и кому она достается экзист она достается так клэпать на хакона у хакона нет фаерфлая да посмотрите чашлы уже преследовать хакона еще одна тычечка еще если крит прокнут критом и минус как он еще как он еще чудовище ты погиб только что и 15 итог боя 300 монет заработал твой противник 304 300 опыта ты не заработал ничего и потерял потерял 119 ну типа невелика потеря но кстати я видел друзьям а если вы интересуетесь воркшопом вот такая вот iron branch добавили для тени какой-то умелец сделал типа вот и не знаете когда аганин собирать он такой дровенья куда достает и типа ей машет так вот учени и вот iron branch вместо этой дровеньяки довольно забавно это вы смотрится так интересно выглядит посмотрите может проголосуйте если вам понравится добавят доту там как-то себя выиграете или купить эту штуку так что тут кстати вот он грявол черный черный грявол или он не черный какой-то он он на самом деле если на картинку за посмотреть он просто безбашенный какой-то торчок курьер торчок грявол торчок ладно как бы там ни было у нас все-таки фарми да да 7 крипов она имеет это в общем неплохо это практически в три раза меньше чем кентавр но все равно это 7 крипов это вот хоть какие-то деньги это вот как минимум базилка так как пытаются зацепить я джицу зацепили бросать экзист расстреливает расследование у него нет ультимейта нет ультимейта и что его до конца лет нельзя до конца попробовать вернуть я джицу но это типа плохая на самом деле идея потому что он там дальше продолжает стрелять чуть-чуть ваку не расстрелял если бы он не был такой ну я не знаю если бы у него все таки вот мне нравится этот это слово инстинкт убийцы вот был бы этот инстинкт он бы разменялся я вам говорю он бы может быть даже сам погибнул саппорт но это конечно был бы плохой размен но а с другой стороны там можно было бы и не умереть даже курьеры какие-то летают чего-то носят кентавр кентавр тоже ходит проверяет там чего как чилл был бы блингдагер дачил но к сожалению пятая минута не заработал ты чё на блингдагер вот 1300 монет тут 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 а рубанчик заходит находит я джицу сейчас рубанчик может и погибнет но зато в парни спасутся потому что а и заморозили романа бив него дали у тебя нет 6 останутся джицу хорошего роман может быть даже уйдет ай-яй-яй-яй как же же просадила это чакрамина ну и погибает он кстати важный фраг сделали давай покажи нам fight recap я думаю там галкишки так немерено далее ну типа не совсем немерено всего лишь 400 голды так что так себе ну вот с подвыходом игрока из центра с выходом тимбера на вот эту вот сложную линию вроде как неплохо колдаун на колдаун на по крипам ваха возвращает ну не так уж и далеко здесь то возвращает и здесь без маны зато у него один стик есть если что 15 маны получит 15 15 же я же ничего не путаю восстанавливает за заряд пятна ну да все правильно так а у нас давайте смотрите у нас 6 минута давайте вот посмотрим на такие вот показатели третий левел третий левел четвертый левел четвертый 4 кстати смотрите луна-то по леву сравнялась с кентавром и ну правда как-то винга 5 вот это да вырвалась она уже пятый тут 6 7 7 типа более-менее пока вот нет такой слишком вот так супер крутой большой огромной разницы так что все пока нормально ну и вот стартовый все-таки запал у гумбы закончился то есть надо сейчас дозаправиться соляры залить надо как-то заехать на куда-нибудь или вот организовать срочно что-то так ваха с эти саппорта не просто саппортом кентавр заходит возвращает жить надо расстреливать стрелять бросаться биться я а экзиста не погибает смотрите чего он делает вакуум сейчас убьет да и вот тут вот ну нет рубик не пошел а мог бы мог бы пойти вот у него радиус телекинеза довольно таки ну в общем нормальный чуть больше чем у винги ради устану винги 500 а тут 575 на втором левеле роман ага и смотрите bring dagger blink dagger учила ну вот я теперь жду отчила какой-то ну чего-то я жду чел дружище давай покажи нам что-то то что пора уже тебя как бы 10 зарядов есть стиков в стике и у тебя есть ультимейт ты можешь и клэпнуть и так-то как прыгать есть по твоим клэп и сразу же сплит пошел там приборозил джакира в основном она только приборозил минус луна и джакира бежит назад ну и куда ж ты уйдешь тут есть диспел тут есть циклон тут есть если что кирпичоныш и даблкил даблкил роман совершает военного убийства да подождите кентавр убил джакира что-то непонятно как бы там ни было 83 ну и вот собственно подзаправились гумбы скажем откровенно и пошли убивать причем они мало то что минус 2 сделает еще фортификация одновременно на два товара и мне кажется что вот один из них точно упадет на счет 2 я не уверен кому достанется кентавр достался хотел чил как-то заданает сам чтобы ему все досталось но нет приходит здесь хако но сразу же получать он ракету вынужден бежать назад и у товара пол хп пол хп у товара но мне кажется экзисту не под силу сейчас самому разобрать этот товар или под силу но там уже два стака есть так что вот не стоит с этим перебарщивать стаки они вы знаете могут убивать они могут убивать и как он показал вот этот вот этот эпизод когда они туда вдвоем разменялись брю мастера мы тогда его пропустили но могут могут еще одна ракета хорошо ракета летит ракета врезается в хакона пока ничего отступили уже за т2 смотрите за т2 отступили вот саппорт и вот аж где бегают луна даже боится выйти вот сюда среди даже прям боится реально бы смотрите джакира не боится за рту стра боится эх совсем как-то слушайте поникли клевы ну давайте это в чате там какие-то кричалки устройте потому что все таки наши парни надо а я а вот атака на хакон на хакон очень высоко взлетел и очень низко упал ну так но любит битва у нас продолжается колдаун ну на кентавра разменялись неплохо и пробивает еще иди и сейчас я джитсу там получилось так что firefly прожал ну вот если допустим это уровень земли давайте пока ничего не происходит пофантазируем то бэтрайдер взлетел здесь он оказался да а потом еще его и рубенчик поднял телекинезом еще сюда вот так вот в итоге над уровнем земли вот так вот вот здесь был бэтрайдер так 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 центре что в центре винга винга отбрасывается криком кричит типа пошли вон пошли вон отсюда не трожьте меня я только для sky мага предназначена 1053 друзья мои вот это такое время сейчас у нас на экране столько прошло основного времени игры и вот вы видите общую ценность на своих экранах ну она примерно одинаково у ключевых героев правда ключевой герой луна на самом деле отстает на тысячу от ключевого героя кентавра но почти на тысячу почти на тысячу на эти графики посмотрим ну графики не критичные но довольно таки уверенные команды гумба и кли вы чуть проигрывает ну они сейчас проиграть еще больше потому что товар то потеряют они на топе фортификации с поля не хотят просто так отдавать но товар все равно умрет вот только вопрос я джитсу умрет вместе с товаром или нет ну колдаун хорош будет драться хорошо хорошо надо отменять что ж ты взорту сразу поцепили прогулялись ультимент будет он улететь рубик погибнет но и луна тоже это очень классный размен и где-то разве что надо вернуть зацепить как-то его так его вернули вернули забрали но два в один два в один разменялись ну типа уже неплохо но тавр потеряли и луну потеряли то есть луна вот это единственный типа героя кстати нормально так заработали смотрите за двоих героев тысячу монет практически и 1700 опыта что касается луны плохо луна конечно а тут сплит джакира замораживает пандаринов но есть пандарин который иммунитет к магии имеет так 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 погонях за хаконом летает он витрах сразу же диспел сразу же его дальше бить есть 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 вот кирпичоныш как он погибает тут пытаются гашу отрезать и гаша там нормально себя чувствует все в порядке у нее рмен тоже более-менее он даггер еще не покупал а вот когда он вот когда он приобретет даггер друзья мои вот это будет конечно новая эра в истории этой игры потому что у команды гумба будет целых два крутых вырывателя брю мастер и кентавр и вот один вырывается клепает на 300 2 вырывается как бы станет тоже на 200 ну практически на 300 дак как вот 500 магического дамаги уже парни внесут и идут еще пожалуйста вам скоро будет 400 еще дополнительно так что сумме они могут внести но я посчитаем 300 плюс 400 и плюс 200 да это сколько 300 плюс 400 900 900 магического урона а вот так вот то есть считайте 700 урона чистого 700 чистого урона ну давайте вот посмотрим это минус дизратор это в минус почти бэтрайдер это почти минус луна это почти минус джакир и почти минус тимбер то есть очень очень больно вот там же станут 200 ай про джорджик есть есть дабл эдж вот забросили где-то отрезали хорошо но вот что будет пока как он взлетел как он полетел но проедает эти деревья и для своих противников ой-ой-ой ракета его убила бубила ракета его да вы что убил его ракета рубанчик погибает ваха тут тоже погибнет тимбер там погиб он спрашивает как так получилось я тоже не знаю как потому что поздно туда переместили с вами но это все как-то вот мне кажется идет все идет к счету 1 0 в пользу команды гумба герокоптер стаки чужие фармит подлец exist подлец им и так плохо и мы так больно там уже смотрите все рвануло вниз а ты просто подрываешь эти собственно отводы которые с таким трудом делали саппорты но с другой стороны конечно повезло молодец что нашел там все расстрелял убил забрал опыт себе деньги тоже так как как что а тут атака на джакиром но к сожалению там все это вот происходит под статик штормом и разобрали брю мастера не получилось у него выйти из этих шторма и сделать сплита кстати зарядов то у него было целых 10 вот не поражал стики может быть в этом ошибка если бы стики прожил может быть выжил бы и сплит смог бы дать ну ну не знаю не знаю так тут готовится так она волну есть есть на ультанула со страх ультанула станы роман добыл эдж дает надо бежать теперь назад теперь добежать 1 секунда 1 секунда прыгать успел подпрыгнуть подпрыгнуть далеко успел гаша тоже ну гаши подпрыгнул потому что дал бомбочку тут flame break как он ну гаша стан ей стан заморозился гаша ну и вот гаша 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 а посмотри там же подтягивается рубанчик рубанчик надо прыгать роману рубен у тебя есть блин дагер нет блин дагер роману ждет 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 помощи и ясное дело что как он понял чем пахнет поэтому дает блин дагер уходит у него тоже блин дагер появился вот так вот он тоже может врываться но чуть опоздал рубик сюда на раздачу слонов поэтому не получилось наказать хакона ну наверное это хорошо потому что как он как-то так а я я не успел выйти exist и где надо ай 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 больно больно бьют бьют убивают убивают гирокоптера ну что ж вынужден был катапультироваться только что exist из своего собственно летательного средства потому что это средство было разобрано на куски так рмн слушайте один 10-15 то счет 10-15 все же не так типа и плохо стан не давал роман просто добыл edge впилил я джитсу 10-15 и графики смотрите графики вернулись назад вернулись 5000 где-то 7 с половиной данном суде вот по этим указателям но это тоже где-то до 2000 до 2000 давайте посмотрим на над war 7 столуны 3 3 600 3 600 луна луна лунушка нова заратустра как-то давай тащи дружок тащи ну ты понимаешь у тебя 3 600 надо как-то тебя поддержать подбодрить я не знаю как я ну я честно говоря не знаю парни в чате давайте заратустри нужно ваша помощь ваша помощь без вас он точно не справится потому что ну как-то как-то пока у него плохо атака на и романа ну такая себя атака кстати вот джакира еще не качал себе dual breath может быть это как-то решит так-так-так-так айхак он не успел никого за не все-таки успел зацепить венга ты будешь свапать свапнула венга чила хорошо 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 гаша в итоге погибать чила возвращается дик шторм ну и герокоптер ботендер точнее погибает чил живет вот он герокоптер вот он я джитсу разобрал ну луна выжила вот 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 я не знаю кричали в этом кричалки или нет или что вы делали но заратустра только что получил немножко денег он уже даже 400 монет заработал у него даже фильмов доминатор появился так что все работает если вы что-то делали продолжайте делать то же самое все работает клэп ультим а вот это вот это зря это зря экзист и экзист не боится ребята вы не поделали вы не поделали не то вы делали как же так немножко ошиблись ай-яй-яй-яй и тут минус 202 хотя еще пока не минус надо отойти а вот и отойдите отойдите не надо жадничать зайдите просто эти вам деньги особо не нужны могли бы погибнуть джекира нет нам просто не отходит потому что понимает нечем цеплять там один врыватель есть вот он бэтрайдер бэтрайдер там нигде не было видно на горизонте поэтому все его не блядь черт дёрвер вард поставили такой прям уже совсем изничтожать если она рискнет вот пойти сюда фармить можно принципе хаком гир коптер уже пока б заратустра там был виноват и 0 тону рановато и но он типа ультину чтобы отогнать и пошел типа вот так вот если бы он побежал назад наверное бы выжил не было него поддержки саппортов а вот поддержка у брю мастера виде аганим септра имеется кентавр рмн избивают просто сатиром учителя как-то не следить за сатиром луна честно говоря это или кто откуда там сатир взялся чего-то доминатор есть показалось в кого врыв кого врыв врыв в аху ну тут еще на луну на самом деле вот можно реально как бы пойти подраться с ней потому что подтягивается кентавр теперь все будет назад есть врыв от бэтрайдера есть нет врыва стан до бэлэш не дает 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 хакон сильно пробит пытаться заморозить романа не замораживает как он погибает 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 стан джакира джакира ну гирокоптер хорошо гирокоптер бкб прожала будет тратся с яджицу яджицу теперь надо спасаться он спасается но торпеда летит попадает джакира и минус 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 все минус 7 минус тоже за радустро и рэмпэдж на гирокоптере у гирокоптера с гирокоптером и вот под такой вот рэмпэдж у нас заканчивается первая игра буйствует гирокоптер буйствует друзья мои гирокоптер буйствует черт побери 19 минут 55 секунд ну 20 минут читайте кли вы написали gg слишком уж все таки их фнатики продавили в плане моральном или я не знаю каком ну ну вот вы видите да вот ничего не не случилось в этой игре вообще ничего не могли сделать просто выглядели безоружными какими-то беспомощными нужны кричалки по куще погуще покруче по жестче парни давайте у нас пока перерыв этом соберитесь с мыслями поддержите свою команду а пока пауза